Здарова всем, кто зашел на это видео. Я хочу задать вам один вопрос. Насколько часто вы слышите фразу 4К гейминг? Многие, наверное, даже и не понимают, о чем идет речь, какой еще 4К гейминг, что это вообще такое. Но если сказать общими словами, то это возможность человека обладать таким устройством, с помощью которого он может играть в игры в разрешении 4К. И казалось бы, что здесь такого, это просто разрешение, но на самом деле это очень серьезная заявочка, потому что настоящее качество 4К возможно, наверное, разве что на компьютере, на ПК, потому что консоли, они часто хитрят, используют всякие функции типа динамического разрешения или шахматный рендеринг, как на Sony PlayStation, поэтому истинный нативный 4К доступен только на компьютерах, которые действительно стоят очень даже больших денег. Однако в нашем видео понятие 4К гейминг обретет новый смысл, и сегодня мы с вами поговорим, как можно купить себе устройство для игр всего за 4 тысячи рублей, то есть за 4К, говоря человеческим языком. А перед началом видео я попрошу вас поставить лайк и подписаться на этот канал. И теперь мы начинаем. Вот скажите мне, какие устройства самые распространенные в мире? Я думаю, что у человека может не быть игровой консоли, может не быть компьютера, но почти у каждого на планете, ну в более-менее цивилизованных странах, есть смартфон. И есть такое понятие, как мобильный гейминг. И если говорить о мобильном гейминге в вакууме, то это очень спорная вещь, и отношение хардкорных геймеров к этому всему, вот к мобильному геймингу весьма-таки критическое. Ведь по сути главная философия мобильных проектов это просто выкачивание денег из казуальной аудитории домохозяек, школьников, едущих в транспорте, пенсионеров и прочих людей, которые просто хотят убить время и задонатить пару долларов. Однако, даже там можно найти алмаз, ну если не алмазы, то хотя бы более-менее приличные нормальные игры, на которые можно потратить свое время, и вы можете поиграть в эти игры, просто обладая самым обычным телефоном. Но наша-то задача понять, как можно играть за 4000 рублей, и мы сейчас с вами попробуем найти себе телефон за 4000, чтобы на нем можно было запустить хоть что-то из вышеперечисленного. Итак, сначала давайте мы с вами зайдем на сайт, где можно купить новый телефон. Вот я ввел фильтр до 4000, и по сути здесь мне вылезли просто какие-то три варианта, причем один из них бэушный, который продается в этом магазине, это смартфон Vertex Impress Lag 8 гигабайт. Выйдет ли поиграть на этом телефоне в Call of Duty Mobile или в PUBG Mobile, я не знаю, у меня такого телефона нет, футажей в интернете я тоже не нашел, так что не будем с вами выдумывать. Но это еще не все, у нас еще с вами есть такой вариант, как купить бэушный телефон. И давайте мы с вами поищем бэушный телефон на Авито за эту же цену, то есть за 4000 рублей. Давайте вот просто ведем с вами фильтрацию до 4000, и вот видите, мы с вами видим, ну, допустим, Honor 10 Lite, не знаю, там Nokia Lumia 920E, честно. А, это нет, это очень, это старый телефон, насколько я понял. Но все равно вы вот видите, здесь все-таки есть какие-то телефоны, которые в любом случае будут лучше, чем вот этот вот самый Vertex, потому что тут я смотрю, один гиг-оперативки с нынешним Android, более-менее, а, тут Android 7.0. О, все, давайте мы тогда лучше просто будем рассматривать, будем рассматривать только бэушные варианты. Вот, вы можете легко купить, и можете играть, там, не знаю, в те же самые World of Tanks Blitz, возможно, в Call of Duty Mobile, возможно, в PUBG Mobile, во всякие там мобильные игры, вот эти помойки донатные, вы, в принципе, тоже можете, если вы это любите. О, господи, это, имею ли я право кого-то осуждать? Нет, вот, вы тоже можете в это играть, всякие порты, наверное, вот это вот, может, даже сможете в Stardew Valley поиграть, это очень классная игра, и что она у тебя есть с собой на телефоне, это тоже классно. Я надеюсь, я не ошибся, и она действительно есть на телефонах, вот. Пишите в комментариях, как на самом деле, потому что я не знаю, вот. Окей, мы с вами разобрались более-менее с мобильным геймингом за 4К, давайте пойдем дальше, на очередь у нас с вами, так сказать, эксперимент. Можем ли мы найти какой-то компьютер, компьютер за 4 тысячи рублей? Компьютер, вы скажете, Серега, какой еще компьютер за 4 тысячи рублей для игр? Да у меня блок питания стоит, да у меня, у меня, у меня в моем, вот этом, короче, компе, блок питания стоит то ли 4 тысячи, то ли чуть больше. Вот, блин, у меня корпус стоит гораздо больше, хотя у меня самый просто обычный простой корпус. Ну, давайте мы с вами напряжемся, конечно, мы не будем искать новые комплектующие, мы не будем искать новые сборки, мы с вами посмотрим, сможем ли мы на Авито купить что-то уже готовое. Я не собираюсь делать сборку, там что-то выяснять, анализировать, я знаю, всегда найдутся люди, которые соберут за 4 тысячи просто какой-нибудь суперкомпьютер, который просто можно будет, не знаю, там в НАСА ставить и с помощью этого компьютера обрабатывать, там, не знаю, взлеты ракет в космос, это все понятно. Мы это не рассматриваем, мы с вами смотрим, как мы можем просто, вот как вот обычный человек, зайти на Авито и найти себе компьютер за 4 тысячи рублей, чтобы купить, там, не знаю, сыну, чтобы он мог поиграть в Counter-Strike 1.6 или в Dota 2. Итак, смотрите, я нашел несколько вариантов, я их уже, ну, более-менее отсмотрел. Допустим, вот этот компьютер, туда же цену снизили, 4 ядра, 4 гигов, нет, 4 потока, про гигов тут ничего, вот, DDR2, 4 гигабайта, ну, кстати, DDR2, это, такие, не самый лучший вариант. Видеокарта здесь, откровенно говоря, слабенькая, зато целых 250 гигов, жесткий диск и чистый Windows 10, цена с монитором плюс 3 тысячи. Ну, нам это, скорее всего, не подходит, нет, мы это не будем брать. Давайте идем дальше, игровой системный блок, 2800, это уже более похоже на правду. А, нет, знаете, это просто игровой системный блок, как и написано, то есть это буквально системный блок, не с ним в комплекте только блок питания. Так, это нам не подходит, этот системный блок довольно-таки слабый, у меня, потому что у меня был этот сокет, там никаких нормальных процессоров практически не выпускалось. Ну, на наше время это уже очень слабый вариант. Вот, смотрите, системный блок, 2 ядра, 4 гига, отлично. Так, смотрим, процессор Athlon 2, ну, ничего, нормально, материнка, поддерживающиеся ядерные процессоры. Ну, здесь, как бы, даже есть какой-то потенциал на развитие, если вы сможете найти такие процессоры. Под этот сокет, я не знаю, флаг вам в руке, Azul DDR3, 4 гигабайта, 4 гигабайта, это не 3 гигабайта, это гораздо лучше, согласитесь. Кулер на 140 ватт, на 140 вольт, ватт, ватт на 140 ватт, жесткий диск 160, видюха 4670. Кстати, неплохой достаточно вариант, тут даже, вот видите, HDMI вывод есть и 512 мегабайт памяти видеокарты. Вот, и как пишет владелец, потянет игры до 2013 года, CS, Dota, там, GTA 5, GTA 4. Ну, что ж, вот, как раз подобный вариант я искал, и, как бы, он стоит 4000, он, как бы, более-менее подходит под наши. А, подождите, нам же еще нужно купить монитор. Монитор, окей, так, я вот открыл более-менее вариант, вот, допустим, смотрите, вот, 300 рублей монитор, монитор Vive Sonic, а, он неисправный. Монитор на запчасти, это нам тоже не идет, вот, монитор HP, 60 герц, 700 рублей, он даже не в соотношении 4 к 3, то есть он широкоэкранный. Имеется дефект полоски на экране, не сильно заметно, но, знаете, если у вас со зрением и так не совсем все нормально, то можете просто купить вот этот монитор, тот компьютер, в принципе, ну, 4, 4, 700, вот, а если вы прям поднакопите чуть-чуть и, или у вас уже есть монитор, ладно, это не важно, вот, можете купить монитор, вот, рабочий монитор, 1200, хороший, хороший монитор, кстати. Может себе такой, как-нибудь взять? А, нет, это, этот монитор гораздо дороже. Ну, ладно, ну, вы, в общем, поняли, можно найти себе компьютер за 4 тысячи, именно системный блок, на котором вы можете поиграть, там, в Counter-Strike, в Dota, в какую-нибудь, там, в GTA, в не сильно требовательную, и, в принципе, жить счастливо. Итак, как мы поняли, за 4 тысячи рублей, в принципе, возможно купить себе какой-нибудь системник, чтобы играть на нем, там, в GTA San Andreas, в Counter-Strike 1.6, в Counter-Strike Source, там, не знаю, в Dota 2, и, в принципе, вам этого будет хватать, и вы, в одной доте можно просто провести всю свою оставшуюся жизнь. Я вам этого, конечно, не советовал, если что, но, как бы, вот такой вот возможность у вас поиграть за 4 тысячи есть. Итак, с вариантом дешманского ПК мы с вами закончили, и дальше у нас идет только вариант дешманских консолей. И давайте так сразу, никакой речи о PlayStation 4, о PlayStation, там, не знаю, 3 даже, это с очень большой натяжкой, ни о каких Xbox One, ни о каких Xbox 360 речи не идет. Вот, за эти деньги мы сможем купить, разве что, только какой-нибудь, не знаю, Xbox Original, либо PlayStation 2, может быть, PlayStation V2, и есть еще несколько очень интересных и забавных вариантов. Сейчас мы с вами их рассмотрим. Итак, смотрите сами, вот я ввел PlayStation 3, мне выдали варианты, но что-то какие-то цены большие. Давайте посмотрим, можем ли мы найти за, ну вот смотрите, PlayStation 3 на запчасти, камера от PlayStation 3, самой PlayStation 3, и за такие деньги я что-то на самом деле не найду. Я в свое время, это было сколько, это было где-то 2 года назад, я покупал себе PlayStation 3 за 7000 рублей. На то время, ну то есть сейчас она должна стоить еще больше, а хотя нет, вот смотрите, раз PlayStation 3, я не уверен работают ли они или нет, но давайте посмотрим, проводов нет. Ну, мы с вами не говорили ничего насчет проводов, я сказал вам консоль, и вот в принципе можно купить консоль, не знаю, работает ли она или нет. Вот, на запчасти работает, но не выдает изображение, жесткого дискового нет. Ну вот, как вы сами видите, купить нормальную роботоспособную PlayStation 3 за 4000 рублей практически просто нереально. Давайте проверим, что у нас там с Xbox 360. И вот в общем, когда я ввел Xbox 360, то я уже вижу, что в среднем цены ниже. И на самом деле, так это и было, потому что Xbox всегда был такой более дешевой альтернативой PlayStation 3. И вот смотрите, я нашел даже Xbox 360 за, вот смотрите, 3000 рублей в отличном состоянии, все вопросы по телефону, отлично. Вот у нас есть раз вариант, смотрите, что? Есть даже, есть даже не прошитая Xbox 360, даже с дисками, не шитая за 3500. Можешь, кстати, взять себе, не знаю, в коллекцию, просто будет где-нибудь там стоять на полочке. Или вот еще, смотрите, чипированные, встроенные игры, джойстиков нет. Ну, без джойстиков это уже не то. Вот Kinect даже кто-то продает. За 3000, серьезно, Xbox 360? Серьезно, оказывается, можно купить Xbox 360 менее, чем за 4000. Ребята, вот покупайте просто. Я вам серьезно говорю, это офигенно. Там столько классных игр. Ух, а если она еще будет шитая, у вас просто будет огромная библиотека офигенных игр, которые будут идти, в принципе, на ней неплохо. Ну, гораздо лучше, чем на третьей Соньке, поверьте мне. Я знаю, о чем говорю. Я купил себе вот эту третью Соньку, и просто это настолько мыло, что, блин, даже не хочется вспоминать на самом деле. Вот, видите, очень много вариантов разных Xbox'ов с джойстиками, без джойстиков, с играми, без игр, шитые, не шитые. Даже можете лицензионные найти. Поэтому это потрясающий вариант. Окей, давайте посмотрим, что у нас насчет PlayStation Portable. Есть ли возможность купить за 4000 рублей? И смотрите, мне даже вот сразу выдало PSP прошитое, прошитое, какой-то старой ревизии. Это вообще стоит, а не вообще копейки? Стоит. Мне что-то очень захотелось себе купить PlayStation Portable. Просто, а, нерабочее состояние. Но она стоит 1000, не работает, не включается. А зачем вы их, типа, продаете? Угу, зарядки в комплекте нет, но могу зарядить. Отлично, хорошая идея. Буду к тебе потом постоянно ездить, заряжать мою вот эту Соньку Portable. Продаю в хорошем состоянии. Вот видите, 3500. Все, прошитый, все работает. Флешка, шнурок, зарядки в комплекте. Все, отлично. Это потрясающе, слушайте, хороший вариант. Может даже, может даже взять себе, ради шутки, пошутить. Ладно. Как вы поняли, PlayStation Portable за эти деньги можно реально купить. И это, это довольно-таки неплохой вариант. Потому что, действительно, ну, это классная консоль. Это легендарнейшая консоль. Вы, наверное, это знаете. Она просто была практически, не знаю, у всех геймеров в то время. Да и сейчас она таким, знаете, пользуется таким ретро-налетом олдскульного уважения. Вот, который за ней следует везде по пятам. Так что, если вы себе ее купите, то, в принципе, вы будете уважаемый чувак, который просто, вот, знаете, так сказать, в теме. Вот, окей. Давайте пойдем дальше. Можно ли купить PlayStation Vita? Давайте, я прямо вот сразу наберу, и мы с вами посмотрим. Вот, PlayStation Vita, игровые приставки. Нужно отфильтровать, потому что тут много какой-то фигни. Ладно, понял. Кажись, кажется, что серьезно можно купить Vita за 4 тысячи рублей? Без зарядки в комплекте только FIFA 13 и флешка на 8 гигов. Серьезно? Можно купить PlayStation Vita? Представляете, ребят, насколько она умерла, что люди продают ее за такую цену. Ну, конечно, возможно, это какой-то единичный случай. Ну, вот, смотрите, за 6. Ну, нам это, конечно, не подходит. Но вот, как минимум, есть возможность купить за 7, за 8. И я думаю, это будет даже лучше, чем Nintendo Switch, наверное. Кстати, насчет Nintendo Switch. А давайте мы с вами посмотрим, сколько будет стоить Switch. Switch? Не, ребят, извините, не туда попали. Окей, мы с вами поняли. Был рынок, он как бы регулируется такими, знаете, естественными рыночными механизмами. Есть спрос, есть какое-то приложение, которое из-за этого рождается. Люди ставят цены, за которые реально могут продать эти консольки. И вы, в принципе, можете купить себе, как мы уже поняли, вы можете купить себе Xbox 360. Даже сейчас, не знаю, даже без прошивки. Или там, если вы, наоборот, любите прошивки с прошивками. С комплектом игр, даже с небольшим. Реально вы можете купить до 4000 рублей. Ребята, если вы действительно хотите оптимальный вариант, то идите, идите и покупайте себе. Потому что это будет лучше, чем бушный ПК, который мы смотрели за 4000 рублей. Он будет реально лучше. Xbox 360 в этом понятии за эту цену. Это реально офигенная штука, офигенное вложение. Но, ребята, я же обещал вам, что мы еще даже новые консольки посмотрим за эту цену. И я вас не обманул. Это действительно новые консольки до 4000 рублей. Прямо, вот видите, City Link написано. Игровая консоль Dendy. Ну, ребят, что имеем, то имеем. Давайте, многие любят ретро-игры. Я думаю, некоторые даже с радостью, не знаю, заменят свою, там, не знаю, Соньку. Или Xbox на какую-нибудь из подобных консолей. Вот, видите, они все здесь до 4. Ну, вот, одна только. 4.50. То есть, мы завысили наш лимит на 50 рублей. Вот в этом случае, если мы вот купим эту консоль. Вот, как бы, есть такой вариант. Вот, видите, даже есть Sega. То есть, не только 8-бит, есть еще и 16-битная. То есть, на ней будет получше график, чуть-чуть. Вот. И, как бы, вы можете купить. Вот. Не все, конечно, потому что, вот я вижу, есть консоль, которая стоит гораздо больше, чем 4000 рублей. Некоторые не помещаются в этот, вот, в эту ценовую, так сказать, рамку нашу. Но, в итоге, вы можете купить себе Sega. Вот, допустим, купите себе Sega. Вот, 700 игр на ней. О, 600 игр на ней. Два джойстика. У меня есть Sega. Ну, это довольно-таки, довольно-таки забавная штука. Вот. Вы можете там поиграть, не знаю, там. Есть какие-то вот гонки. Не помню, как они называются. Такие изометрические. У меня друзья играли, когда были в гостях. Я не помню, как они называются. Там есть Sonic, там есть всякие FIFA. Ну, это не FIFA, это что-то типа футбола. Вот. Там есть всякие Mortal Kombat, легендарнейшие Mortal Kombat. Не знаю, если там, если там нет Tetris на Nintendo, если я не ошибаюсь. По-моему, Tetris там нет. А может, есть просто какие-то странные его версии. В общем, игр здесь тоже довольно много, и вы не пропадете, если купите эту консоль. Вот. Для нее нужно минимальное, ну, минимальное условие. Допустим, если для Xbox, возможно, нужно подключение к интернету. В некоторых случаях, чтобы там, не знаю, обновиться, игры скачать. То эту вы берете просто, не знаю, там, запитываете в розетку и все. И у вас есть консоль. Хоть чем-то вы себя сможете занять. Так что, вот, ребята, в принципе, мы с вами рассмотрели, вот из того, что я вспомнил, вот это варианты игровых устройств, которые вы можете купить себе за 4К. То есть, за 4 тысячи рублей. Все, как и обещал. Ну вот, ребята, это и есть самый настоящий 4К гейминг. И что важно, все цены, которые участвовали в этом видео, актуальны на, наконец, февраля 2022 года. Потому что сейчас рубль просто покоряет новые, так сказать, глубины. Ищет себя на дне. И поэтому, возможно, через некоторое время, учитывая эти не самые радостные обстоятельства, в которых мы оказались с вами, в немного, так сказать, жутких обстоятельствах в последнее время. И, возможно, за эту стоимость, за 4 тысячи рублей, мы когда-то с вами сможем купить, разве что только месяц интернета, чтобы играть по облачному сервису где-то на смартфоне. Все это, конечно, очень горько. Я желаю, чтобы поскорее это все закончилось. Чтобы везде настал мир. Чтобы все люди были живы. Желаю вам в это сложное время не унывать. Я стараюсь делать для вас вот эти вот видео, чтобы вы могли отвлечься как-то, забыться хоть на какое-то время, порадоваться, посмеяться, может быть, немножко. Так что смотрите мои другие видео. Там, в принципе, есть что-то интересное, возможно, у меня еще на канале. Ставьте лайки, подписывайтесь. И я действительно был очень рад с вами увидеться после стольких дней непростых, которые выдались для всех нас. Для кого-то они были более непростые, для кого-то они были гораздо более легкими. Но я надеюсь, скоро все образуется и все будет хорошо. Спасибо вам, что смотрели. Всем удачки. Всем пока. Берегите себя, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok